Здравствуйте зрители моего канала, с вами Pictures TV и наконец-таки сегодня до моих рук дошел довольно неплохой мод под названием Vice Crime Remaster, который переносит карту из Vice City в GTA V. Ближе к концу видео я покажу как установить данный мод, а сейчас давайте перейдем к карте Vice City. Итак, в первую очередь хотелось бы сказать, что над данным модом проделали колоссальную работу. Вы бы спросили, а в чем она заключается, ведь тут просто перенесли карту. Но тут не все так просто. Во-первых, здесь есть трафик. По городу ходят люди, ездят машины. А также в некоторых местах, где должны стоять автомобили в оригинальной игре, тут они тоже стоят. Также хотелось бы отметить тот факт, что карта была перенесена полностью с новой растительностью. В итоге разница между этим и вот этим колоссальная. Также хотелось бы сказать, что большая часть текстур была сконвертирована в HD. Задолбался бомжевать в GTA Online? Тратить кучу времени на долбанный фарм денег? Тогда переходи в мою группу по прокачке. Там ты сможешь получить миллионы долларов, кучу опыта и прочие штуки. Ссылка в описании. Вы только посмотрите, какой здесь трафик. Сколько здесь стоит тачек. Это же просто охренеть можно. В общем, вот мы приехали в Ocean View. Только посмотрите, какие текстурки хорошие. Да, без багов не обошлось, но, как-никак, довольно неплохая модификация. Смотрите, здесь даже вот люди стоят. Это, блин, просто потрясающе. Просто офигенно. Так, давай посмотрим, что у нас там наверху. В общем, комната, как обычно. Ничего нового здесь нету. Разумеется, кроме одного плаката с голой бабой. Которую, естественно, я показывать не буду, иначе YouTube меня заблокирует. Но, да ладно. Короче, мне хотелось бы еще сказать насчет, так скажем, кастомных интерьеров, шторий. Я не знаю, как это назвать. В общем, Modder добавил в некоторые постройки, в некоторые дома, добавил небольшие интерьеры. Один из них я сейчас покажу. Я тут уже видел, бродил по нему. Ну, вот, новенький такой интерьерчик, скажем так. Здесь вот с выходом на лоджию, я не знаю, на террасу. И с выходом на саму крышу, что довольно-таки прикольно. И таких мест по всей карте полно. Я штуки 2-3, наверное, нашел, но думаю, здесь будет намного больше. Также хотелось бы сказать, что мне в этой модификации взбесило. Это, как бы, вещица не столь такая уж и страшная, но все равно впечатление она немного портит. Дело в том, что карта Vice City стоит чуть выше, чем уровень воды во всей карте мира. То есть, если в оригинале вода уже где-то вот здесь вот была, где-то вот здесь вот Томми уже мог бы утонуть, то, как видите, в этой модификации вода здесь куда ниже находится. То есть, вот прям просто под край. Вот так вот. Это вот меня раздражало. И в некоторых местах не хватает воды. Как вы помните, вот здесь должна быть водичка. Ее здесь, естественно, нету. Так что здесь не поплавать, ничего такого не сделать. Ну, да ладно, это дело последнее. Зато здесь красивые текстуры, потрясающая растительность. Даже на высоких настройках у меня выдает около 45 FPS, ходя вот по вот этим вот местам. Так что с оптимизацией здесь довольно все в порядке. В общем, давай заспавним машину. Ну, давай-ка, короче, проедемся по значимым местам. Так, вот, наверное, первая локация. Здесь я еще, кстати, не был. Вот. И, кстати, немногие игроки знают, что в Vice City есть вообще такая локация, так как она особо-то не задействована. И почему-то я в нее войти не могу. Я не могу в нее войти. А если через этот? Да, через Noclip сюда можно зайти. Да, здесь полноценная локация. Здесь отсылка на фильм была. Лицо со шрамом, если я не ошибаюсь. И бинзопилазис должна быть. Ну, по крайней мере, в оригинале. Здесь, к сожалению, пикапов с оружием и прочего здесь нет. Крайней мере, я не находил. Вот такая вот интересная штука. Также хотелось бы сказать еще плюс к этому моду то, что он не заменяет оригинальный город Лос-Сантос. Он добавляет просто кусок острова. То есть вот здесь вот карта. Сейчас я покажу. То есть вон Лос-Сантос. И на окраине, сбоку карты, здесь находится уже сам Vice City. Так, давай-ка проедемся. Я не знаю. В Клуб Малибу, наверное, можно съездить. Посмотреть, что к чему там. Что новенького. Еще, что мне очень понравилось в этом моде. То, что здесь добавили всякие разрушаемые объекты. Это столбы, там некоторые заборчики. Еще там по мелочи. В общем, это хорошо. Насколько я помню, уже были модификации с переносом карты. Но они были ужасные, без трафика. И, в общем, там ничего нельзя было делать. Здесь же перенесено все добротно. Тут даже заменили все текстуры воды. Которые присутствовали в бассейнах и в таких вот прочих местах. Добавленная новая вода, короче. Вот. Единственный минус в том, что это просто визуальная текстура. И с ней никак взаимодействовать нельзя. Есть тут одно местечко с большим бассейном. Где-то. Вот. Вот здесь вот есть это место. Я тут как-то пытался прыгнуть. В общем, у меня нифига ничего не получилось. И я просто разбился. Ну, да, вот. Ну, вот об этом я говорил. Если вы будете устанавливать себе, имейте в виду, что здесь идут такие вот текстурки. Да, вот, посмотрите. Тут даже вместо подпорки, там, не помню какая была, поставили самого Томми Версетти. С таким важным видом. В общем, давай, пойдем. Так, двери у нас не открываются. Да, здесь тусуется много народу. К сожалению, копов танцующих тут нету. Я уверен, они не вооружены, вот эти ребятки. Потому что здесь барменша одна была в оригинале, которая с дробовика с обреза. Зато даже добавили рабочее зеркало. Это довольно недурно. Ну, и, в принципе, все. Здесь больше особо делать нечего. Давайте поедем дальше. Посмотрим, что, как тут, что, к чему. Поедем дальше. Я бы, честно говоря, хотел бы посмотреть на Мол. Здоровый магазин у него. Так, а вот пиццерия, смотрите. Здесь даже вон люди сидят. Что-то заказывают, там готовят. В общем, сделано все добротно. Все шикарно сделано. Блин. Модры вообще ништяк. К сожалению, миссии здесь нету. Это прискорбно. Но покататься на новом движке в Вайсити, это довольно клево. Подъехал я, значит, к Молу. И вижу, что здесь стоит стекло. Которого в Вайсити здесь не было. В общем-то, даже такую штуку продумали, что на автомобиле можно было бы выехать. Даже вот, смотрите, как я уже и говорил, что машины здесь заспавнены на определенных местах. Вот вам один из примеров этих машин. Побегав по магазину, здесь особо ничего интересного нету. Все закрыто. Ну, есть интерьеры, которые были уже в самой игре. Там, типа, магазинчика с едой. Еще, там, какой-то амунация и прочее. Вот, они, естественно, открыты. В них ничего нельзя купить. И, в общем-то, ничего особенного тут нету. Как я уже и говорил, здесь добротно поменяли текстуры. И теперь вода похожа на воду. И вот этот вот корабль. Прям аж детализированный такой весь, крутой. Что тут еще? Ну, в принципе, здесь локации те же самые, только заменены текстурки. Даже вот тут ночной Вайсити. Хотя по виду похоже, что это настоящий Майами. Кстати, пасхалка. Интересно, сюда ее добавили? Добавили. Очень интересно. Да, хана мне здесь, короче. Можно посмотреть вот так. Да, да, пасхалку добавили. Все добротно перенесено. Я вам еще раз говорю, это просто потрясающая модификация. Это лучшая, которую я видел. Даже взять тот же самый Вайсити Рейдж, который был на движке GTA 4. И над ним трудилось много людей. Он не был настолько прекрасным. Также вот, как видите, здесь обновили немного полицейский участок. Здесь поставили забор, детализированную лестницу. То есть здесь, по-моему, вроде прямая тупо была и все. Огородили здесь все, сделали красиво, цивильно. Вайсити полиция, департамент. Потрясающе, молодцы, ребят. Итак, перейдем к установке. Для начала скачиваем программу Open4. Она нужна для установки почти всех модов в игру. После устанавливаем ее на ПК. Далее переходим по ссылке в описании и качаем данный мод. В скаченном архиве вы увидите текстовый документ с ссылкой на файл. Скорее всего я добавлю его в описание. После того, как вы скачали мод, переходим в программу. При первом запуске указываем место хранения игры и выбираем версию Windows. Переходим в инструменты, ASI Manager и тут устанавливаем ASI Loader и Open4 ASI. Далее программа предложит создать папку mods. Вы ее обязательно создаете и после переходите в скачанный ранее архив. Тут файл vicecryremaster.oif переносите на рабочий стол. Далее в программе Open4 заходите в инструменты, Package Installer и выбираете файл, который мы скинули на рабочий стол. Выбираете обязательно папку mods и ждете пока завершится установка. После вы сможете зайти в игру и насладиться модом. Ну а на этом у меня все. Надеюсь вам понравился видос. Также пиши в комментах Солнечный Майами и я влеплю тебе сердечко на твой комментарий. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, а также нажимать на колокольчик. И не забывайте про мою группу по прокачке. Далее вас ждет стенка с комментариями. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok